Сразу взять автограф, потом пойти на кассу, которая находится на выходе. Ну, в общем-то, начну нашу встречу. Сегодня мы собрались на презентацию книг «Герои СМЕР. Военные контрразведчики». Две книги. Сегодня представляет друг нашего торгового дома библиоклопса Александр Юрьевич Бондаренко, русский военный писатель, полковник, член Союза писателей России и Союза журналистов, старший редактор, член редколлегии газеты «Красная звезда», член Союза ветеранов госбезопасности. Основное направление творческой работы – история, политология, деятельность спецслужб, поисковая работа. Аплодисменты нашему гостю. Александр Юрьевич, сразу, наверное, расскажите о книге «Военные контрразведчики», потому что она дополненная, да? Чем она дополненная? Расскажите о ней. Если у кого-то есть желание высказаться, поднимайте руку после... Я подойду с микрофоном. Спасибо. Анжелейка зовут. Нет, Ефим Гордеевич, он не упустит ни одной красивой женщины. Торговый дом не упустит ни одного красивого автора и прекрасных его гостей. Спасибо большое. Так, ну что ж, добрый день. Очень рад всех видеть. Надеюсь, народ еще будет подходить. А начну я не с того, о чем попросил меня Анжелика, а начну я вот с чего. Когда-то мудрые китайцы сказали, что для того, чтобы разрушить государство, нужно сначала разрушить его историю. И вот эта вот политика разрушения истории у нас началась с конца, или даже с середины 80-х годов. И, к сожалению, продолжается сейчас. Весьма активно. Перед тем, как прийти сюда, я сначала прошел по первому этажу, и я увидел книгу, то есть не книгу, а целую полку книг так называемого Виктора Суворова Владимира Богдановича Резунка, который очень активно разрушает нашу историю. И тут у меня возник очень такой странный вопрос, интересный даже. Человек, приговоренный в нашей стране к высшей мере наказания. Приговор, к сожалению, не приведен в исполнение, но он не отменен. Человек не реабилитирован. У нас вроде бы есть даже прокуратура генеральная, которая может сказать, на каком основании продаются его книги и издаются. Это не вина магазина, это вопрос в генеральной прокуратуре. Потому что в Англии, в демократической стране с демократическими традициями, когда попытались продавать книгу Кима Филберг «My Son of War» «Моя молчалевая война», товарищу Киму сразу был выставлен счет от английского правительства за попытку незаконного предпринимательства на территории Англии. А у нас в порядке вещей продавать такие книги. Если бы только продавать, к сожалению, это получается, что наша, я не знаю, государственная система, кто угодно, поддерживает этого человека. И ему подобных. То есть тех людей, которые разрушают историю. Потому что там они реально на Западе не нужны. Они отработали, их выпотрошили. Они уже живут на какие-то свои доходы. Я недавно разговаривал с одним разведчиком. Он вспоминал, как в Соединенных Штатах на вес продавали книги нашего классика, так сказать, которому сейчас даже памятники ставят, Александра Исаевича Суженицова. Когда книги продают на вес, их продают как макулатуру. То есть там это не нужно. А тут же Резун Суворов, он безумно заинтересован в России. Это я вам могу доказать. Очень просто. Потому что когда, сколько-то лет назад, я принял отдел истории Красной Звезды, ко мне тут же пришел один доктор наук, профессор, и сказал, я вам принес материал, срочно печатайте, я разоблачаю. Резун А. Суворов. Я говорю, спасибо. Мы его рекламировать не будем. Да вы не понимаете, я его разоблачаю. Нет, говорю. Вы его не разоблачаете, а вы его рекламируете. Потому что чем больше о нем пишут, тем больше у народа возникает интерес. Товарищ профессор сходил к Николаю Николаевичу, Ефимову, главному редактору, который здесь присутствует. Николай Николаевич меня поддержал. И я сказал, что все то время, пока я руковожу отделом истории Красной Звезды, имя Резуна, на страницах газеты появляться не будет. И ведь, что интересно, Владимир Богданович об этом кто-то сообщил. И он стал обо мне писать в своих книгах. Просто один из моих друзей мне подарил как-то, ну, оно где-то затерялось из-за ненадобности, маленькую брошюрку. То, что Резун упоминает меня, обращается ко мне. Не то, что задирается, уважительно, потому что, ну, можно нахамить, но это понятно, что вообще я его выщипнул. А так, как-то у меня было интервью с Юлием Александровичем Квицинским, нашим знаменитым дипломатом. Так просто Владимир Богданович был в восторге. Он все писал. Уважаемый Юрий Александрович и Александр Юрьевич. Я простой маленький человек, но я вот считаю вот так. И один раз получилось, что я нарушил свое обещание. У нас была очень интересная серия круглых столов по Великой Отечественной войне. И покойный сотрудник разведки, но не покойный Владимир Николаевич Карпов сказал, что «Резун» – это проект МИ-6. В газете это, естественно, прошло. Так опять-таки, тут же в какой-то книге было написано «Вот, Александр Юрьевич, вы обещали, что моей фамилии не будет, а вот все-таки меня написали». Человек был счастлив. Но больше ни разу мы его не упоминали, и «Красная звезда» его не рекламировала. Вот и получается большой такой вопрос. Если мы хотим отстаивать свою историю, то, наверное, этим должны заниматься не только те люди, которые пишут, но и те люди, которые как-то и слезят за соблюдением наших законов. А к сожалению, пока что история искажена у нас очень и искажается очень-очень здорово. И пример к тому – это вот история наших спецслужб, которые очень, зачастую, бестолково засекречены, причем не только потому, что их нужно было секретить. Ну, а когда секретится и не рассказывается, то в итоге можно всегда додумать еще нечто большее. Вот, например, СМЕРШ легендарный, знаменитый. Две недели назад я был на Урале, в Екатеринбурге. Я спрашивал даже людей, которые сейчас в спецслужбах, что такое СМЕРШ. И, к сожалению, большая часть начинала говорить, ну, это НКВД, это вот на самом деле, о чем мне говорится в книгах, это не НКВД, а это совершенно другая спецслужба, относящаяся к Красной Армии. А почему все оказалось так закрыто? Ведь удивительно, войну выиграли. СМЕРШ оказался наиболее эффективной спецслужбой. Масса интересных операций, интересных дел, которые, ну, никакой секретности практически не представляют. Чтобы это доказать, вспомним, в августе 44-го Богомолова, вот там операция описана. Описана, но выдуманная. Что там особо секретить? И о таких операциях можно было рассказывать много-много. Все оказалось закрыто. А почему? К сожалению, из-за политики. Потому что в 46-м году Виктор Семенович Абакумов, руководивший СМЕРШ во время войны, был назначен министром госбезопасности. Естественно, за собой он привел очень многих толковых, умных, интересных людей из военной контрразведки СМЕРШ, которые перешли в МГБ. Это были и его заместители, и начальники СМЕРШ, и фронтов, и опера, и так далее, и так далее. Ну, политические игры, потому что товарищ Сталин, к сожалению, слишком пересидел на престоле, и когда надо было бы ему уйти в блеске и в своем триумфе, начались вот эти все политические процессы. И ленинградское дело, и дело врачей, и дело еврейского антифашистского комитета, чьими руками делалось? Руками госбезопасности. Ну, а потом, по ряду причин, обратные реакции и прочее, Абакумов арестован, его люди арестованы, кого-то посадили, кого-то расстреляли, а с кем-то просто поступили очень по-подлому. Просто, знаете, вот так читаешь, и становится неприятно за государство. Когда, например, генерал-лейтенанта Белкина, начальника СМЕРШа ряда фронтов, кавалера, восьми, по-моему, арденов, лишают звания, лишают заслуженных арденов, и он до конца жизни работает на зиле, работягой. Вот так с ним рассчитывается. Генерал-лейтенант Ватис. То же самое. Орденов много, и должность большая. Всего лишен вплоть до лишения квартиры, до конца жизни живет в коммуновке, снимает комнату, работает ночным сторожем. Ну и после этого можно, конечно, рассказывать о героях СМЕРШ. Можно говорить, какие замечательные люди, какие-то дела, а потом задается вопрос. А где эти люди? А кто это? А вон, сторож, дядя Вася. Вот это генерал бывший, вот он руководил. Ну и так далее. И поэтому оказалась тема закрыта. До Богомолова. Зато наши идеологические противники этим воспользовались. Реальные идеологические противники это было в 50-е годы, потому что знаменитая книга Яна Флеминга «From Russia, We Love» из России с любовью, там показан СМЕРШ. Впервые в литературе он там упоминается. Но так как никто не знает, что такое СМЕРШ, то Ян Флеминг пишет, что это советская организация, которая занималась уничтожением шпионов-перебильщиков. Вот и все. И так идет, и так входит в общественное сознание того же закона. Ну а что было еще более смешно, начальником этого самого СМЕРШа Ян Флеминг ставит генерала с незатейливой русской фамилией группа заводщиков. Весело, смешно. И вот так страницы нашей истории оказались закрыты. Ну а теперь то, что меня Анжелика попросила. История вот этой вот книги под названием «Военные контрразведчики». История ее достаточно интересна и достаточно длинная, можно сказать. Потому что более 10 лет назад наша военная контрразведка, департамент военной контрразведки предложил мне выступить в роли литературного редактора двухтомника в 90-летие. Ну, сколько я для этой книги написал, знаю только я, фактически. Написал много. И все материалы были мной проработаны, через меня прошли. После этого я, когда книга вышла, встретился с Александром Юрьевичем Безвершним, руководителем департамента, и говорю, а можно я на том материале, что у меня есть, напишу историю военной контрразведки такую открытую. Да, конечно. Итак, появилась та книга, про которую один из моих друзей, действующих сотрудников, сказал. Это история военной контрразведки, написанная человеческим языком. Книга вышла в серии «Дело номер», моего любимого издательства «Молодая гвардия». Называлась она «Военная контрразведка. 1918-2010». И тираж хорошо разошелся. Причем, насколько я знаю, в ряде управлений начальники обязывали своих сотрудников ее прочитать, чтобы они знали, что там было на самом деле. И вот прошло 10 лет, время разного столетия военной контрразведки, в «Молодая гвардия», посмотрев на меня, сказали, а не сделаешь ли ты еще одну главу? Сделал главу на современном материале. Принес, говорю, печатайте. Мне говорят, нет. Ты давай-ка переделай эту книгу под ЖЗЛ. Ну, тут мне стало немножко дурно, я говорю, а как? Ну, как? У тебя там много фамилий, ты давай на каждую фамилию практически. Сделай биографическую сноску и какую-то характеристику. Ну, а за образец возьми 17 мгновений весны. Тут я немножко обалдел. Как сделать? Думал, что это все так. Вообще непонятно. А потом понравилось самому, как стал я это делать, как стал искать какие-то характеристики, не мною данные, потому что каждому генералу писать, что характер энергический и прочее, это сложно, это будет уже неинтересно. К тому же, судя по тем красивым мужчинам в генеральских званиях, которые здесь присутствуют, не у всех характер энергетических. Они добрые, хорошие и веселые люди. Так вот. И в итоге книга увеличилась на 100 страниц, уже вот печатных, и вышла все в той же серии Жозел. В частности, в этой книге даже мною впервые введен такой термин научный, как эпоха безверхного. это руководитель, как я говорил, военной контрразведки с 2000 по 2015 год, который очень много сделал для предания военной контрразведки, что называется, в современном облике. Народ это понимает, или это тоже цениться. Вот такая вот книга вышла. Была презентация, точнее, презентация была пресс-конференция в РИА Новости. Присутствовали Александр Георгиевич Безверхний, генерал-полковник, присутствовали Василий Афанович Кириллов, который здесь присутствует, генерал-майор. Был Николай Николаевич Рыбкин, который руководил военной контрразведкой Звездного городка, а потом был первым мэром Звездного городка. Был герой России космонавт Ланчаков. И, в общем-то, все было интересно. Как-то эта пресс-конференция, мне сказали, получилась сенсацией. Ну, а сейчас мы продолжаем разговор об этой книге. Хотя мне это очень сложно, потому что здесь достаточно много профессионалов, которые все, что я могу рассказать, знают гораздо лучше меня. Вы же меня извините, если буду что-то. Потому что про военную контрразведку мы знаем в основном про СМЕРШ и про СМЕРШ времен войны. Это наиболее сейчас стало открытой, открытой страницей. Хотя, как я сказал, далеко не все понимают, что это такое. А ведь история СМЕРШ, это, я говорю, для тех, которые, может, не совсем хорошо это знают. Вы же извините. Все это достаточно необычно и очень в итоге оказалось эффективным, хотя началось с ошибки и с того редкого момента в нашей истории, когда на ошибках люди учатся. Мы часто говорим, или, точнее, часто у нас говорят, что придумывали врагов народа всяких и прочих там, мерзавцев, так сказать. А такого не было, все были добропорядочные граждане, все было у нас замечательно. Но мне хотелось бы знать, какой враг народу умудрился. Но это нигде не пишется, что это, кто был автором этой идеи. Но в феврале 1941 года, когда уже все знали, и в Кремле знали, и в армии знали, что ожидается нападение Германии на Советский Союз, была проведена реформа наших спецслужб. Причем реформа реально провальная. Из того единого кулака, который был создан Лаврентием Павловичем Берием. Да, очевидно, Берием можно много за что ругать. Было. Грехи были. Но его очень много за что можно хвалить. Но у нас почему-то все время идет так, что либо деятель белый пушистый и к нему ничего не прилипнет, как ибо он дурости не совершал. Либо наоборот, это мерзавец, клейма оставить некуда и ничего хорошего он не делал. Хотя про это уже Берием сейчас на Урале, где я говорю, был недавно, вспоминают, очень тепло, потому что это человек, создававший реально атомный щит нашей Родины и не жревший себя для этого дела. Так вот, самые эффективные службы к началу войны из всех наших спецслужб и прочих и вооруженных сил, все-таки это были НКВД. Вспомним героев пограничников, которые приняли первые дары, были наиболее организованы. Вспомним те же НКВД, если посмотреть документы, какие документы сразу толковые, четкие, пошли, то есть не было той растерянности. Шла работа. Но вот этот организм дееспособный, толковый, подготовленный, его раздробили. Раздробили совершенно бестолково, потому что не только вывели из него все оперативные подразделения, то есть разведку и контрразведку, превратив их в наркомат госбезопасности, но вывели военную контрразведку, то есть тех людей, у которых перед началом войны было больше всего работы. Но их мало того, что выводят из состава НКВД, из них еще делают, их подчиняют, вводят в состав наркомата обороны. И военных контрразведчиков подчиняют армейским командирам и комиссарам. И что получается? Люди военные понимают, что такое офицер, у которого нет личного состава. Его можно использовать на лишнее дежурство, старшие машины, подай, принеси и так далее. Ну и плюс еще какие-то были старые счеты у кого-то, с кем-то как-то, военная контрразведка, как можно понять, перед войной была во многом парализована. Стали тогда создавать, кстати, вводить должность уже вскоре типа офицера по связи между вот этой несчастной военной контрразведкой и спецслужбами, потому что контакты ушли. То есть была жуть полная. Когда началась война, очень вскоре после того уже 19-го, в июле 41-го уже все опять ввели в единый кулак под руководством Белия. Спецслужбы работали. Ну, а потом, после того, как наше руководство еще и поверило в спецслужбы, потому что вот это недоверие в 42-м году чуть не закончилось провалом, когда разведки, все наши разведки, и военные, и внешние, и партизанские, все кричали, что удар будет нанесен немцами на юге, в направлении Кавказа, в Волге, руководство говорило, нет, удар будет на Москву. немцы держат войска в районе Ржево, они будут бить в направлении Москвы, потому что самое главное это, естественно, руководство страны, все его должны любить, а враги его должны ненавидеть, и будут бить его. И ведь, действительно, немецкие генералы тоже хотели бить на Москву, но пресловутый Адольф Алоисович сказал, нет, надо нефть бакинскую забирать. Однако, ну, еще немцы дезинформацию хорошую сделали, подсунули план операции Кремль, на него клюнули, а удар был нанесен вот там вот на юге. И когда у кого со стороны поняло, что все-таки спецслужбы недаром хлеб едят и делают дело, вот тогда уже отношение к этой информации стало совершенно другое. А потом была проведена реформа, опять были выделены оперативные подразделения, которые уже больше работали на войну, то есть получалось, НКВД больше занималась реально внутренними делами, разведка, контрразведка больше занималась военными делами, а военную контрразведку опять выбили из состава НКВД и опять подчинили наркомату обороны. Но, как я сказал, был учтен негативный опыт, во-первых, а во-вторых, подчинили даже не наркомату обороны, а подчинили наркому обороны, а это большая разница. военной контрразведкой главный, так сказать, начальник был народный комиссар обороны Иосиф Вестеринович Сталин. Ему непосредственно подчинялся Виктор Семенович Абакумов. Из комиссара госбезопасности второго ранга переименованный в генерал-полковники он руководил военной контрразведкой. Он и только он, будучи замок наркомату. То есть Сталин, Абакумов, а дальше вертикаль. Никакие армейские командиры, никакие комиссары, никакие командующие уже военными контрразведчиками не руководили. То есть был решен такой вопрос. Он приезжает контрразведчик в командировку. Он представитель не другого ведомства, он представитель наркомата обороны. То есть не надо там решать как машину дать на довольствие поставить с обмундированием что-то. Он свой военный человек. Плюс отношения несколько меняются, потому что это опять-таки люди из наркомата обороны военные люди. Но он подчиняется только своему руководству. То есть никто ему не скажет сбеги принеси, не будет задавать вопрос о чем ты занимаешься, что ты делаешь. он четко выполнял свои обязанства. Так была создана вот это вот лучшая в итоге спецслужба Великой Отечественной войны. Ну а кто туда приходил? А совершенно разные люди, которые пожалуй основное было требование, чтобы беззаветно любили Родину, чтобы были патриотами, ну и чтобы были образованными умными людьми. И действительно эти люди прекрасно выполнили свою задачу. А если приводить примеры таких людей, то этого человека слава Богу нет в книге «Герои СМЕРШ», потому что там только люди ушедшие, в книге «Военные контрразведчики» он естественно упомянут, его биография есть, потому что этот человек живет и здравствует в городе Москве, и дай Бог через 200 небольших недель мы отметим его столетие. Это Иван Лавренть Чустинах, генерал-лейтенант. И вот представьте судьбу этого военного контрразведчика. В 1941 году могу уточнить, что до пехотного училища, который он поступил, он закончил фельдшерскую акушерскую школу и был вообще-то фельдшером-гинекологом. Ну, а потом пошел в училище. Пехотное Камышинское закончил его в июне 1941 года. Получил назначение военную разведку, потом переиграли и он военный контрразведчика. С опытом где-то двухнедельник от этого. А дальше происходит отступление идет, он в армии Рокоссовского, он и с Рокоссовским встречался, там много чего интересного, но происходит вот такой вот момент августа 1941 года, Смоленский котел, наши окруженные войска. И вот представьте себе лес, иссеченный минами, бомбами, снарядами, кругом трупы, кругом раненые, умирающие и там же деморализованные, уставшие бойцы, которые отступали от границы, которые попадали в окружении, которые дрались, которые уже потратили все буквально свои силы. А немцы, периодически прекращая обстрел или бомбежку, иногда начинают говорить через рупор «Рус, сдавайся, накормим, напоим, будешь жив». И вот группа бойцов, несколько десятков. И уже идет разговор о том, что ребята, а может давайте сдадимся? Все равно терять не еще мы не прорвемся. Нас здесь убьют, а там что будет, то будет. И люди уже готовы сдаться. И вдруг из леса выходит маленький, худенький лейтенант, юный, вот этот вот Иван Устинов, который говорит «Товарищи, я из военной контрразведки, прекратите панические разговоры, мы будем пробиваться». Но слушайте, еще раз повторяю, вот этот лес, вот эти деморализованные люди и у всех ведь оружие. А он говорит, что если кто-то вообще хочет сдаться немцам, то властью, которая мне дана Родина, я этого человека расстрелял. Ну что, его кто-то испугался? Нет, конечно. Нажали на курок, вот и нет, лейтенанта, еще можно удостоверение забрать и немцам передать, когда будешь сдаваться. Но настолько вот его эта убежденность подействовала, и настолько все-таки значит, была вера вот в этой организации под названием военная контрразведка, что эти люди мобилизовали, что называется, собрались и пошли за этим лейтенантом. Сколько это народ, наверное, погибло. Вы же понимаете, шли-то не из трусости, не из-за того, что он там расстреляет, а именно из-за веры вот эта его убежденность передалась. Вышли, кто-то не вышел, кто-то погиб, люди вышли, ну а Иван Лавренович в 70-х годах, в начале 70-х годах руководил всей нашей советской военной контрразведкой. Другой пример, тоже очень интересный, потому что приходили люди, которые никогда не собирались идти в спецслужбу, и которые потом далеко не все из них связали свою жизнь с военной контрразведкой. сокращалась армия, уходили военные контрразведчики, давали подписку, и, например, при его жизни никто, в общем-то, и не знал, что писатель Федор Абрамов, известный наш деревенщик, был следователем контрразведки СМЕРШ Архангельского военного оборота. Ну вот, другой человек, некто Олег Генрихович Ивановский. Что меня вообще очень радует, что в этой книге «Герой СМЕРШ» я смог, что называется, отдать дань памяти пятерым людям, которых я знал лично. Я рассказал о них, о их судьбах, ну и, знаете, приятно, когда ты хоть что-то смог сделать для такого человека. Замечательно. Так вот, Олег Генрихович Ивановский. Перед войной закончил школу. Ну, закончил не совсем перед войной, в сороковом году. Собирался поступать в МАИ, такой хороший московский мальчик с польскими корнями. Собирался поступать, а ему уже восемнадцать лет, поэтому отсрочек тогда не давали, и его призвали в погранд-вест. И он оказался на польской границе. Ну, а фактически тогда уже польская граница это была реально советско-неменская граница. И оказался он в районе города Перемышля. Печаль в том, что у нас настолько все по-дурацки секретят, что когда я, например, слышал радостные сообщения, что Министерство обороны сделало подарок через 75 лет, открыло документы про подвиги 41-го года, я не буду продолжать, честно говоря, вызывать большое возмущение, скрывать вот это все. И вот, в частности, город Перемышев, он вошел в историю, только мы этого фактически не знаем. Слава Богу, мы знаем благодаря Сергею Сергеевичу Смирнову про обрезку и крепость. А Перемышев, оказывается, наши отбили уже 23-го июня 41-го года, отбили пограничники и красноармейцы, его держали, этот город, в течение недели почти, и отошли по приказу. Но это у нас почему-то неизвестно. У нас любят рассказывать про то, как бежали, про то, как сдавались, про окружение, про пленных, а про то, как дрались, почему-то это не совсем модно. Ну, так вот. И, в принципе, Олегу была уготована судьба остаться в этом перемышле. Но так получилось, что 12-го апреля 41-го года, когда он задержал первого в своей жизни единственного нарушителя границы, он привел на состав этого нарушителя, а ему говорят, собирайся и откомандируешь в школу служебного самоководства. И он идет в эту школу. Он больше никого, конечно, из тех ребят не увидел, с кем служил когда-то. А он был в этой школе, а школа потом отступала, а он нес на руках свою собаку с паральными лапами, а потом служил в войсках охраны тыла фронта, Брянского, были такие войска. А потом закончил школу при СМЕРШе, был определен СМЕРШ, и тут увидел какой-то майор-пограничник, увидел его зеленую фуражку и сказал, слушай, сержант, давай ко мне. Я начальник СМЕРШа кавалерийского корпуса. И мальчик, юноша, никогда не сидевший на коне, превращается в кавалериста. Он выучился ездить, ни одного штена он там не поймал, потому что у казаков-то сложнее было туда проникнуть каким-то агентом и так далее, как-то люди все друг друга знали, но воевал хорошо, служил честно, сколько-то ранений и контузий, три боевых ордена, участник парада победы 45-го года 24-го июня, и желание служить дальше. А потом теряет сознание. В 46-м автому говорят, парень, какая служба, ты весь инвалид, поэтому уходишь на гражданок, работаешь, не полнерабочий день, и никаких физических и психологических нагрузок тебе не положено, иначе ты помрешь. Но вот этот очерк у меня не зря называется 12 апреля, потому что в жизни Олега Ивановского было два 12 апреля, решивших его судьбу. Первое, когда вот в 41-м он был откомандирован с границы, а второе 12 апреля, 12 апреля 61-го года, потому что это был последний человек на земле, который напутствовал Гагарина, лично. И Гагарин он называл своим крестным отцом, и он лично закручивал гайки, потому что он не был не работягив, он был главным конструктором Востока, королев был генеральным, это был главный и ведущий конструктор, человек, который создавал наши первые спутники, наши лунники, луноход и прочее. Вот такая судьба этого замечательного человека из военной контрразведки. Очень много интересных людей, очень много судеб, это все в книге есть, это можно прочитать, и можно понять, какие люди занимались обеспечением безопасности нашей армии во время Великой Отечественной войны. Однако, если брать и вторую книгу, да и в этой тоже, говорится о том, что военной контрразведке немало было славных дел и послевоенное время. И, чтобы не утомлять вас, я просто расскажу еще для, опять-таки, я прошу прощения у знатоков, которые смотрят на меня снисходитель. Рассказываю, очень интересно. Ефим, конечно, привет. Просто про одну послевоенную операцию, чтобы было немножко понятно, чем занимается военная контрразведка. А потом даже попросим наших друзей, если кто-то что-то захочет сказать, скажем. Если у кого-то будут вопросы, то вопросы. А вот такая операция нашей военной контрразведки, которая была проведена в 60-е годы или попозже. Где-то так. Периодически мы слышим сообщение, что откуда-то под Плесецкой или откуда-то летит баллистическая ракета на полигон Куран на Камчатке. Об этом сообщается, точнее, сообщается уже, что у ракеты произведены пуски, в заданном месте ракета приземлялась. Ну, все прекрасно. Но ракеты, как известно, это не баллонки, которые просто летят, а там сложнейшие электроники, я в этом еще не понимаю, естественно. Вот. Но, как-то так, чтобы ракета попала туда, куда надо, все это очень сложно, и поэтому противники стараются отслеживать эти пуски и попадания ракет и прочее. И поэтому совершенно не случайно они этим интересуются, и вдруг, когда производились пуски, точнее, даже, когда должны были прилетать ракеты, в районе полигона Кура появлялись орионы, самолеты-разведчики США, которые кружили и снимали показания обрыва. И они появлялись именно тогда, когда прилетали ракеты. наши военные контрразведчики, конечно, поняли, что здесь что-то не так, что совпадения быть не может. Значит, происходит усечка информации. Начинают искать, проверяют людей, которые могли, так сказать, дать эту утечку, но люди все надежные, наши замечательные советские ракетщики, наши замечательные генштабисты, то есть явно не от них идет. Значит, думают, утечка где-то на линии связи. А представляете, сколько там тысяч километров от Архангельской области до Камчатки. И вот нужно найти. Но что сделаешь, чтобы убедиться, что линия связи стали давать фальшивые сообщения? Дали фальшивые сообщения, прилетели американцы. Они дали никакого сообщения, ракета падает она. что-то не так. Проверили. Самое уязвимое место поняли, это море. И действительно, на дне Охотского моря вдруг обнаружили, проведя исследование, контейнер, прикрепленный к нашему кабелю. Подняли. это вопрос совершенно непростой, потому что извините, нет ли там какого-то подрыва, нет ли там чего еще. Все сделали, нашли аппаратуру стоимостью много миллионов долларов, все это сняли, все это забрали, там даже маленькая ядерная установка, которая обеспечивала работу передатчика. Ну а так как наши люди добрые, то чтобы не расстраиваться американских друзей, они не просто забрали аппаратуру, они, как честные люди, поставили в этот контейнер бутылку водки и даже рыбий хвост на закуску. Так что вот такая вот селедка. Селедка, кусок селедка. Кусок селедка. Ефим Горьевич, не ваша эта работа была? Нет, рядом. Рядом. Понятно. Ну вот, так что и поэтому вот только один из примеров работы военной контрразведки, которых привести много, можно и не случайно наши противники очень старались и стараются эту военную контрразведку как-то уничтожить или что. Поэтому вот когда началась вся гуча 1991 года, то пришлось отбивать военную контрразведку от пожелания ввести ее опять в состав Министерства обороны. Были такие желания, слава богу, отстояли. Но атаки шли с самых неожиданных сторон, потому что я помню, как-то заглянул к военному контрразведчику, который курировал в те времена главное политуправление, а он мне говорит, смотри, какое интересное письмо. Комитет солдатских матерей выдвигает всякие требования, то, сё, и вдруг читают убрать из армии особые отделы. И этот полковник Николай Николаевич такой, вы знаете, мне говорит, вот смотри, ведь особые отделы солдата реально не касаются. В общем, если солдат там не сознательный шпион, а наоборот, они защищают солдата от дедовщины, ещё от чего-то. Так кому же нужно вот это убрать? И кто помогал составить такое письмо нашим солдатам? Маленький такой пример, но тоже о многом говорящий. Ну, а сейчас военная контрразведка успешно работает, решает свои задачи. Кое-что сказано в книге военные контрразведчики о современной работе, но, к сожалению, у нас очень много чего закрыто, и, как я уже говорил, когда мы слишком закрываем нашу информацию, то, чем мы можем гордиться, этим достаточно успешно пользуются наши недоброжелатели или кто, придумывая организацию СМЕРШ для уничтожения беглых советских агентов и назначая главу СМЕРШа товарища группы запущек. Вот, в принципе, я, конечно, могу еще рассказать много чего интересного, но лучше вы почитаете книги, это тоже хорошо. Вот, а если кто-то что-то хочет спросить, или если кто-то хочет сказать, я с удовольствием уступаю в этот микрофон. Пожалуйста. Спасибо огромное, Александр Юрьевич. Может быть, кто-то спросить что-то хочет сказать. Пожалуйста. Скажите, а сколько во время войны было поймано шпионов? Сколько было расстреляно именно по линии СМЕРШа? Понял. Честно говоря, в документах есть, в книге у меня тоже есть в голове не держу, но, например, если говорить о расстрелянных и пойманных, вот то, что я хорошо помню, тоже, в общем-то, убийственный пример, с июня по вторую половину октября 41-го года было расстреляно военной контрразведкой и другими органами порядка десяти тысяч красноармейцев. Много? Правильно. Надо вот, а теперь с чем сравнивать? Этот документ у меня в книге есть теми же органами. Да, что такое десять тысяч красноармейцев? Это порядка дивизий. По штату четыреста тысяч дивизий. Никто никогда полнокровной дивизии не видел, то есть, это порядка десяти тысяч дивизий. то есть, можно говорить, что вот так вот жутко зверски расстреляли целую дивизию. Но было задержано порядка шестисот двадцати пяти тысяч беглецов. они были проверены, они были отфильтрованы. И где-то двадцать пять тысяч человек было отправлено в лагерь. То есть, две дивизии. Одна дивизия расстреляна, шестьдесят дивизий возвращено на фронт. Потому что не нужно думать, что это были все белые и пушистые, опять-таки, те, которые подверглись, так сказать, репрессиям. Это были и реальные дезертиры, и шпионы были. Потому что немцы вербовали тогда очень серьезно. То есть, как серьезно? Много. Это в органах называлась мука грубого помола. То есть, они брали человека, вербовали, давали задания, отправляли. Но опять-таки, вербовали, ну вербовали, но сказали давай. Это же не так было. Они заставляли человека рассказать то, что он знал. то есть, выдавал как минимум военную дайну. Какую-то. Потому что солдаты тоже много еще знают. И когда люди ломались вот это рассказывать, они подписку могли давать зачастую на обороте протокола допроса. им говорили смотри парень, вот ты это рассказал, ты сказал, грубо говоря, где у вас пулемет стоит, где что. И потом мы атаку провели, и вот здесь мы прошли, там, где пулемета нет. и бандиты были, и кто угодно были, и они шли. И этих людей действительно, то есть, я не знаю, там были невинные, ну, были, конечно, реально струсил, ничего такого не сделал, но покарали. Ну, в общем-то, люди разбирались. И поэтому вот эти 10 тысяч из более чем 600, извините, это война. никакое повторение бандиты были, и мародеры были, и сознательные враги. То есть, да, люди выполняли вот эту вот неблагодарную во многом нелегкую задачу, но сейчас, к сожалению, очень сложно понять, опять-таки, при наших всех определенных заворотах, кто виноват и кто прав. Вот недавно я как раз выступал, перед ветеранами Советской Госбезопасности. И в тот день был день памяти жертв политических репрессий. И показывали дедушку, который рассказал, что в 41-м году, он сам 41-го года рождения, в 41-м году его отца расстреляли, его маму вместе с ним отправили в ладь. Жутко, жутко. А почему отправили в ладь? Он не говорил. И почему отца расстреляли, он не говорил. А был приказ в августе, номер не помню, приказ Сталина о том, что вот это дезертирство, вот это бегство, вот это трусость и вот таких вот людей злостных не только расстрелили, но карать семьи. потому что надо было чем-то останавливаться, потому что да, зверство, но это война, нужно понимать. Значит, у него отец был дезертиром, причем не таким дезертиром, что остановили и сказали парень, ты что, дери винтовку, возвращайся, а значит другим. Поэтому из-за этого отца он оказался в в в общем надо смотреть, но опять-таки все задокументировано. И такого, как у нас любят показывать, что там приходят лейтенант из СМЕРШа, берет за штирку генерала в исполнении Никиты Михалкова и говорит, я тебя, гад, арестую и расстреляю, так для того, чтобы генерала арестовать, нужно было разрешение лично наркома оборона Старина. А я не думаю, что каждый лейтенант или даже каждый генерал военной контрразведки без достаточного основания сунется к Сталину. А чтобы офицера арестовать, это тоже нужно было разрешение военного совета, армии, фронта. И солдаты арестовали, не потому, что заблагорассудилось, а потом все это задокументировать нужно было. Даже если расстреляли на поле боя, тоже задокументировали. И есть приказы, они опубликованы, открыты, там частично, далеко не все, но есть что про людей, которые увлекались расстрелами, мордобоями, репрессиями, что этих людей могли отправлять их в Травбаты, и под трибунал. В общем-то, социалистическая законность тогда работала. Да, она работала, повторяю еще раз, в условиях военного времени, в совершенно особых условиях. Было все более жестко. Но, в общем-то, считать так же, что наши солдаты воевали только из-за того, что сзади стоял заградотряд, так нельзя. А заградотряд мог и впереди стать, кстати. И было такое, когда начиналось дезертирство по войне, и такое случалось, заградотряд ставили впереди, впереди вот этих вот бойцов, чтобы избежать вот этого предательства. И заградотряды погибали в боях, потому что тоже останавливали врага, когда не оставалось и когда бежали или что, поэтому. Но, к сожалению, у нас настолько погано наша история очень-то описана. Мы до сих пор историю Великой Отечественной войны знаем какими-то фрагментами. И реально все эти наши слова о том, что никто не забыт ничто не забыто. Это, простите, красивый очень лозунг. Честно говоря, я сейчас, меня просто бесит. Вот сейчас возле Ржева хотят поставить памятник. То есть поставят 25 метров, будет стоять солдат. Деньги для этого есть, замечательно. Деньги есть на фейерверк, замечательно. А денег на то, чтобы тысячи, многие тысячи солдат сохранить, которые там лежат возле Ржева. На это денег нет. Потому что этим должны заниматься местные власти. И мне поисковики рассказывают, есть места, где трава слишком сочного цвета, но скот там не басется. Потому что там лежат тысячи. Это санитарные захоронения, где госпиталя стояли, медсанбаты и прочее, там хоронили. Убитых там хоронили, умерших. И восстановить эти имена несложно, потому что в медицинском архиве, архиве в Питере все это есть. Но местные власти просят поисковиков не трогать, потому что у местной власти денег нет. Но зато памятник мы ставим. И будем гордиться. Так же, как гордимся санитарами. Вот такое отношение к нашей истории действительно вызывает печальные чувства. И хорошо, что мне удалось написать эту историю военной контрразведки. где я постарался открыть то, что было, насколько возможно. Потому что история это, ну не нужно здесь объяснять, что это то, что лежит в основе патриотизма, но она должна вызывать гордость. Она должна вызывать интерес. И когда, простите, в школьной программе на мой любимый 1812-1815 год отведены два часа, на то время, которое Пушкин назвал временем славы и восторга. И именно интерес к 12-му году пробудил у нашего поколения, у моих многих друзей интерес к истории. Мы пришли в историю, а сейчас изнизь, когда за два часа ты вот это все изучишь, как бы, ты не будешь любить эту историю, она тебе интересовать не будет. Поэтому надо писать, чем я занимаюсь. Все, прошу прощения, я соболтался, еще вопрос. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, этими книгами вы заканчиваете историю в своем творчестве военной контрразведки или будете возвращаться еще к этому? Вы знаете, вопрос не ко мне, потому что если все-таки у меня будет найдено взаимопонимание с некоторыми товарищами, у меня есть огромное желание сделать еще несколько книг по военной контрразведке. были замечательные люди, они ушли уже из жизни, о которых можно написать в следующих книгах про военных контрразведчиков. Григорий Максимович, тут же, Игорь Саныч, герои России, погибшие в Чечне, то есть масса материалов, но это при том условии, если некоторые люди пойдут мне навстречу, откроют мне эти материалы. Но, к сожалению, у нас с открытием материала становится сейчас все хуже и хуже. Поэтому посмотрим, как карта ляжет, но сейчас я занимаюсь внешней разведкой в данное время. Александр Ильич, вопрос, можно? Да нет, я с места здесь, Я пока не смотрел, это у вас две книги, вот извините, пожалуйста. Это две разные книги. Две разные книги, и они будут продаваться. Они здесь продаются, можете здесь взять. Это две разные книги. Вы не касаетесь вопросов военно-морской контрразведки СМЕРШ? Есть, они говорятся, во-первых, в истории контрразведки. То есть, в книге военной контрразведки об этом говорили. В этих книгах есть военно-морской контрразведки. и есть биография Крыгина, соответственно, потому что Герои СМЕРШ это биографические очерки. Но Герои СМЕРШ имеют в виду все-таки только погибшие, да, вы здесь, в общем-то, или касаетесь действий, которые не погибли, руководители... Которые ушли из жизни уже. Ну, они все уже ушли практически. Ну, почему Иван Владимирович Устинов? Устинов, я понимаю, да, Устинов, я почему и говорю, что он имел отношение к моему отцу, к Царству Небесному. Ну, это сто лет человеку, то есть, тут вопрос очень серьезный. Вот, и потом, помнит ли он все, что он сделал? Он великолепно помнит. Да. тогда я... Точно так же, как Батя, которому скоро... Ну, я тогда, если можно, я там пару слов я выступлю. Вот, значит, в этих книгах вы говорите, значит, только вы касаетесь так, военно-морской контрразведки, или так, или, и потому что вот есть вот эта книга, вы знаете, контрразведки в МФСР, да, вот, ну, я не буду, я так критиковать или так далее, но я тут имел в виду кто-то сказал. Вот, ну, значит, вы здесь только касаетесь, да, что вы особо не рассматриваете. Есть. Но вы рассматриваете по флотам это дело, или руководство только военно-морской контрразведки, или, в общем-то, флотская разведка. А деятельность военно-морской контрразведки здесь тоже вы сказали. Хорошо, спасибо. В книге военной контрразведки. Спасибо, спасибо. Ну, я посмотрю, хорошо. Спасибо большое. Еще вопрос? Сразу, извините, я объясняю, что герои СМЕРШ это сборник почерков. Военные контрразведчики это история военной контрразведки с биографическими справками и вот такими вот уточнениями какими-то характеристиками. То есть, это две совершенно разные книги. Поэтому, одна не исключает другую. Дорогие друзья, прошу вас поаплодировать нашему гостю. Спасибо вам всем от такого вебинарию. что вы пришли к нам. Можно подойти, подписать книги и задать еще вопросы. Пожалуйста, спасибо. Спасибо.